Всем здорова, чуваки! С вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами снова возвращаемся в игрушку под названием Oriental Empires, что в переводе Восточной Империи. И начнем сегодня с вами новую кампанию. Начнем, я думаю, скорее всего, мы как раз-таки кампанию за Дуны. Если помните, в последнем прохождении я говорил, что попробуем начать за какой-нибудь из прибрежных фракций, посмотрим, как действует флот, есть ли вообще какие морские бои в этой игре, пользуется ли ими компьютер. В прошлый раз мы с вами играли за Шу, и, в принципе, фракция была довольно-таки легкая, у нее были хорошие бонусы, такие как развитие ремесла, да, на 20% увеличены. Развитие философии, правда, было уменьшено на 20%, но прибыльность от торговли была увеличена на 15%. Здесь же у нас фракция является скотоводами, это у нас были земледельцы, и здесь свои бонусы, естественно, идут совершенно другие, то есть добавляет 20% к шансу убить из лука. Так понимаю, скорее всего, лучники будут больше убивать врагов, также добавляет 20% к шансу убить в сражениях в лесах, то есть такая фракция, то есть видно даже по отрядику, что они должны действовать скрытно засадами в лесах. И развитие философии и знаний ухудшено на 20%, то есть, соответственно, эти технологии у нас будут изучаться гораздо дольше. Давайте немножко посмотрим описание данной фракции. Дуньи – большая группа некитайских племен, живущих в восточной части Китая. Они живут скотоводством и являются признанными мастерами владения луком. Они не делают причесок, наносят татуировки и считаются примитивнее прочих китайских племен. Исторически племена и были завоеваны и ассимилированы китайцами. Вот так вот. Ну что ж, изменим историю, как тогда говорится, покорим Китай, не дадим себя завоевать. А сложность у нас будет, то играли мы тогда с вами вроде то ли на средней, то ли на трудной. Начнем на очень трудной. Количество ходов, я вот не помню, сколько мы тогда ставили, то ли 400, но в принципе это было довольно-таки достаточно для нас. Ну, вполне нам хватило. Сделаем, наверное, в этот раз чуточку поменьше, где-то вот 300, я думаю, вполне хватит. Потому что, как я понял, захватить целиком прям всех, это крайне сложно. А держать какую-то экономическую или культурную победу, ну, все равно к этому времени мы захватим большую часть карты. Ну что ж, всем приятного просмотра и мы начинаем. Кстати, да, и внешние города тут совершенно будут выглядеть у нас по-другому, я уже вижу изначально. То есть, немножечко тип городов будет отличаться. Ну что ж, это, наоборот, даже будет интереснее. И сразу уже охватываем взглядом территории. То есть, мне вот нравится территория, имея дичь и рыбу, да. И здесь у нас поблизости, я смотрю, тутовые деревья есть. Тут у нас какое-то задание висит. Надо будет туда обязательно сбегать, глянуть, что это за задание. Плюс застроечку, естественно, мы уже будем намного грамотнее делать, чем в прошлый раз. То есть, уже как бы поднабрались опыта. Надеюсь, я ничего не забыл. Ну, если даже что-нибудь забыл, то быстро вспомню. Начнем сразу со строительства, я так полагаю. Базар, амбар, мастерская лука. Луков, так, да, давайте. Они же у нас прирожденными мастера, прирожденные мастера владения луком являются. Так, по дипломатии у нас еще никто не открыт. Сразу тогда ставим сельское хозяйство. Нет. Стена из унтрамбованной земли не подходит. Военная подготовка повышает влияние на один. Крестьяне с длинными копьями. Восемь ходов ставим. Могущий. Так, далее мы тогда ткач. Повышение культуры на один. Повышение культуры на один. Увеличена прибыльность от торговли бронзой. Расчистить леса нам вроде пока прям не нужно. Залежение фрита. Давайте тогда ткача. Потому что там первое здание, оно не требует содержания, как я помню. И, в принципе, его постройка может поднять нашу экономику хотя бы немножечко. Повышение влияния. Повышение влияния. Благородные лучники появляются. Но, скорее всего, сначала лучше начнем как раз таки с повышения влияния. Так, и философия у нас остается. Повышение культуры, повышение культуры. Вот на ранних этапах, конечно, лучше влияние все-таки замаксить. Чтобы можно было города отстроить. Вот так вот. В общем, все мы раскидали. Так, что-то у нас там население, я смотрю, недовольно немного. Давайте фермы сразу. А, ферм нету, слушайте. Фермы нельзя. А, ну да, они же не являются земледельцами. Обалдеть. То есть, скорее всего, для этого надо как можно быстрее выйти на технологию... ...последствия. То есть, лучше с нее начать. Тем более, что на 24 хода даже будет изучаться. Это довольно-таки долго. Очень-очень долго. Так. Все. Нечего тут особо делать. Можно взять отряды. Но мы пока ни с кем не воюем. Я думаю, нам... ...хватит этого. Так, ну что же. Так, завершаем ход. Поехали. Так, то есть, смотрите. Пока мы не изучим технологии, у нас особо даже ничего не построишь. А ведь в прошлой игре как раз-таки... ...земледелие, это была основа экономики. Основа нашей экономики на старте. А сейчас ее нету. То есть, давайте мы тогда вот в эту сторону сейчас продвигаемся. Займем эту территорию. Так. Тут у нас застройка будет один ход идти. В принципе, особо делать-то и нечего. Пока набирать ничего не будем. Доход 172. Пускай деньги собираются. Пускай собираются. Перемещаемся сюда. Вот этот город сейчас займем. Где-то вот тут вот, скорее всего, местечко. Здесь у нас идут еще носороги. Ну, то есть, займем вот этот участок, этот участок, этот участок. И кинем торговлю. Но еще надо будет в ту сторону тоже. Так, а мы забыли взять задание. Город нам показывает, что можно как раз-таки где-то вот здесь отстроить. А вот на болотах, я не помню, вроде ничего и не строится толкового. Ну и плюс, города должны быть поближе к друг другу все-таки у нас. Ну, вот тут. Вот тут, я думаю, разобьем город. Вполне. Или здесь. Мы до рыбы, до дичи, мы дотянемся. Давайте вот здесь. Вот здесь. В общем, два хода у нас займет перемещение. Поехали. Так, что? За встреча? Рассказывай нам. Так. Предлагает 894 золота. Ну что ж, это неплохо для старта. Стартовый капитал. Неплохой. Давайте сюда-то начинаем двигаться. Тоже. Так, тут у нас что? Во. Легкие лучники-варвары появились. Они, сколько там в содержании у нас стоят? 15 монет. У нас 122 доход. Ну, следует взять, скорее всего. Так, это мой сколько? 30. Если еще возьмем, 45 будет. Так, а вот эти стоят 35. Ну давайте возьмем лучников. Тем более, что говорят, что они прирожденные мастера. Поэтому возьмем их. Так. А, дворец. Давайте, наверное, с деревянного забора начнем, я думаю. Базар, правда, еще нужен, кстати. Давайте базар построим тогда. Так. Поехали. Так. Так, отряд без приказа. Окей. Пока без приказа. Пускай будет без приказа. Вот, армия выдвинулась. Этот у нас просто будет в городе сидеть пока. А мы вот тут разведочку. Может быть, где-нибудь здесь еще город разобьем. Вот. Вот сюда давай. Двигай. А, вот, кстати, территория все равно расширяется, да? Все равно все расширяется. Вот такое ощущение. Чувство, что я будто забываю что-то делать. Так. Вот там у нас белый ди, который к нам враждебный, открылись. Вот здесь мы сейчас город разбиваем. Основать. Готово. Так. Сразу здесь мы, в принципе, пока строить ничего не будем. Можно заборчики бахнуть. Для начала, да? А, знаете, что у нас еще есть? У нас же есть указы. Верховный главнокомандующий добавляет персонажа-генерала влияние минус один. Так. Пока нет. Пока нет. Еще и содержание. 80. Пока без. Вот здесь, в общем, надо где-то вот здесь вот еще городок разбить. Три города. Я думаю, нам на старте пока что хватит. Вот, кстати, смотрите, дотянулись мы до ресурсов. Вообще замечательно. То есть потом только сюда дотянуться. Вот город. Надо где-то нам, по идее. Я думаю, вот тут вот основать. Вот тут, ну, можно вот тут еще. Квадратиком, то есть застройка. Давайте вот сюда. Поэтому, может быть, тут какой-нибудь ресурс еще будет. Так, вот. Влияние сколько там надо будет глянуть. Так, а тут нам дворец добавляет резерв. Приносит одну очку культурной победе. Давайте, стены все-таки важнее сейчас. На старте будут нам все-таки стены будут поважнее. Во, варвары, ё-моё. Их там очень много прям. Очень-очень много варваров. Уходим отсюда. Надо эту армию везти. Пока уходим обратно в город. И население у нас недовольно. Волнение среди, знаете. То есть, сейчас у нас достроится стена через два хода. И пока надо будет строительством повременить. У нас влияния нету. А города у нас уже два. Так, дипломатия, нет контактов на данный момент. Хотя странно, у нас там белые идеи открыты. Почему нет контактов? Так, ткач откроется. Влияние через один ход. Ой, через четыре. То есть, пока сидим. Пока сидим. Главное, чтобы это все дело у нас не переросло в восстание. Пока вот тогда просто бегаем. Вот тут у нас еще какое-то событие есть. А вот тут у нас еще дичь открылась. Торговля у нас уже пошла. Тем временем. Так, здесь у нас... Носорожки. Развитие ремесла от качеств и повышается. Деревянный забор готов. Окей, замечательно. Так. Ремесло у нас завершилось. Давайте расчистить леса. Плавильня повышает культуру. Увеличивает прибыль от торговли бронзой. Гончарная мастерская. Давайте гончарную мастерскую сейчас теперь. Так, ткач. А он соточку стоит в содержании производства шелка. Я не ту технологию взял. Там гончарная мастерская, а не ткач. Ну ладно. А вот этих сейчас разбить надо будет. О, еще здесь носорожки у нас встреча. Что там предлагает? Ничего. Ну я не знаю ничего, чтобы... Что знаете вы? Странно. И что с тобой делать? Так, ну заборчики у нас есть. Тут что-то заборчик пока строится, да? Два хода. Ну город новый, он чуть дольше будет строиться. Ткач, тысяча монет. Да, вот земледелие нам нужно. Потому что доход у нас вообще не повышается на данный момент. Никаким образом. Так. Кто у нас тут как стоит? Давайте быстренько взглянем. Все. Вот, кстати, вот эти раскрашенные такие голышам бегают. Зачетные лучники. Копейщики, кстати, такие же. Ладно. Хорошо. Давайте тогда в лесу битву проведем. Там же бонус идет именно от битвы в лесу. Так, давайте возьмем вот так вот. Я уже забыл как перемешать. Перемещать, если честно, их... Во, отлично встали. Замечательно. То есть, там надо было назначить им, получается, еще. Отступить, я не помню. Вроде изматывание, вроде, надо было вставить. Как раз таки. И этим... Как раз таки в атаку. А этим... Нападение. А вот. Развитие у нас. Философия. Отлично. Давайте теперь тогда... Повышает влияние на один. Давай. Это изучаем. Философия у нас. Повышение культуры. Культура, культура. Десять ходов. Так, тут что у нас ниже идет? Указ назначить советника. Переселение аристократов. Давайте вот это вот. И поехали, поехали дальше. Во, пошла битва. Вот и посмотрим, как они у нас будут сейчас биться. Тоже, кстати, голышом бегают. Генерал наш стоит. Так, убегают. Отлично. Давайте вот разворачивайтесь. Вот, держат дистанцию. Отлично. Понять. Так, эти лучники вступили в бой. Вы что тупите-то? Оно они вроде отступают. И наше. Нет. Вы в бой идете у нас? Давайте сюда. Так, лучники стреляют. Ну, вроде победу одержали, да? Вроде бы разбили отчет о битве. Недусмысленная победа. Их было чуточку больше, но все-таки мы смогли одержать победу. Надо теперь их преследовать и добить. Вот так вот с двух сторон зайдем к ним. Как у нас тут население потихонечку утихает, да? Недовольность падает. Это хорошо. Влияние 2 у нас тоже замечательно. Эти не будут участвовать в битве. Это плохо. Это плохо. Нет, тоже участвуют в битве. Ну, здесь быстренько разыграем. Просто теперь главное прессануть всех. Вот и все. Преследуем их. Преследуем, естественно. Так, забор еще строится. Как долго. А здесь территория у нас растет. Доход в городе всего лишь 50 монет. 12 ходов земледелия будет еще изучаться. Снова мы их перехватываем. Интересно потом, какие у них финальные войска. В итоге будут тоже голышом бегать или нет? Или что-то изменится все-таки? Вот, определенно, вот где-то вот здесь, смотрю, надо вот города разбивать будет. Прямо, смотрите, тут местечко такое очень хорошее. Сокрушительная победа. Хорошо. Преследуем их. Все, забор у нас есть. Поселение более-менее в безопасности. Как тут у нас? Недовольства идут от знати. А здесь у нас недовольны и работники, и знать тоже недовольны. Но потихонечку восстание уменьшается. То есть, шанс гражданской войны, в принципе, низок. Вообще, можно просто скипать ходы сейчас, особо ничего не происходит. Поднимем влияние до трех, и тогда разобьем еще один город. Пока вот тут этих вот мятежников щемим, а тут, смотрите, к нам в город вторгаются. А, все, разбили их полностью в ноль. Окей, давайте сюда тогда теперь. Поселенец у нас доступен. Давайте поселенца возьмем пока, пускай будет на изготовности. Пускай, пускай, пускай. Вот сюда идет. Единственное, тогда, может быть, рынок стоило вот здесь строить, а не здесь. Ну, ладно. Ну, вот где-то вот. Ну, это, мне кажется, город возьмет. Тут, в общем, надо где-то город ставить, я думаю. Вот где-то вот тут вот. Вот это вот местечко будет вполне хорошее. Если вот здесь, конечно, еще каких-то ресурсов нету. А, давайте охрану сюда. Полководца скинем. Жду земледелия. Развитие ремесла. Отлично. Хорошо. Так. Ремесло. Расчистить леса. Плавильня. Увеличивает прибыль от торговли бронзой на 30%. Давайте на исследование. Так. Вот эти, смотрите, враждебные они к нам. Чтобы город не взяли, надо сразу с ними договор о ненападении пробовать заключить. Так. Братский мир. Не знаю, захотят, не захотят. Хорошо, мы согласны. Отлично. Отлично. Значит, они на нас уже не нападут. Открыть местоположение столицы. Можно попробовать. Хорошо, мы согласны. Вот их столица. Ух ты, как далеко не сразу горы свою разбили. Мы тут так кучкуемся. Ну и хорошо. По идее, торговля здесь не будет идти через реку. Так. А вот еще, кстати, дороги. Но дороги вроде мы строить пока не можем. Дороги чуть позже у нас откроются. Нейтрально все. Я спокоен. Соседи нам вреда пока не причинят. Так. Там какая-то битва, смотрю, проходит у нас. Так. Здесь еще одна рыба, я смотрю, появилась. Ну, давайте сюда еще продвинемся. И тогда посмотрим уже. Огончарная мастерская открылась у нас, да? Вот как раз-таки она стоит 750 строительства. Давайте мы ее, короче, вот тут сейчас ставим. Поменяем немного. Жалко, столицы нельзя переносить. Или можно... Не помню, можно ли столицы менять? Потому что вот все-таки вот с этого города мы будем торговать в этот город. И вот тут города, которые разобьем вдоль рек. Так, ну ты, по идее, здесь поставить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять клеток, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И ты, допустим, десятая будешь, да, клетка? Если вот здесь вот взять и поставить. Две клетки охват у нас идет. По идее раз, два и как раз мы до ресурса дотягиваемся. Но не дотягиваемся до дичи. Ладно, мы сейчас вот тут посмотрим, что у нас откроется. Уже будем от этого прыгать. Так, давайте пока гончарную мастерскую. У нас стоит 750. Рынок пока пускай стоит. Ладно, мы его потом перестроим. А это случайно у нас, кстати, не поселенцы тоже идут? Нет, это тоже копеечки. Так, здесь еще у нас дичь. Угу. Хорошо, давайте тогда вот тут. Потому что здесь, кстати, городок. Вот здесь вот если разбить. Вот здесь прям, да? Вот здесь вот. То вполне неплохо будет. Вполне-вполне неплохо. Требя здесь приказа. Да, я знаю. Вот тут что? Скажите мне. Так, здесь у нас... Тут, в принципе, поблизости ресурсов нету, да? Все, окей. Давайте тогда первый город вот здесь разобьем. Точнее, второй. Вот здесь вот. Так, здесь у нас враг-разбойники показались. Строительство один ход. Давайте по строечку тогда, пока вот этот вот базар сносим. Вот. Базар мы сюда поставим. Так, 19% волнения идет. Что-то встреча. Ничего. Что-то какие-то встречи странные. Нам ничего не хотят предлагать. Ух ты! Вот здесь разбойнички у нас появились. Надо прятать быстренько. Шаманизм изучили. Давайте дальше. Так. А тут, кстати, вот для переселения аристократов нам требуется технология... Вот это вот, вот это, вот это. Тогда только сможем переселение аристократов сделать. Указы появились у нас? Нет указов? Пока нету. Гончарную мастерскую уже построили. Замечательно. Окей, сейчас рыночек. Потом сразу же ставим ткача. Это у нас будет тогда военная провинция. Так, отряд без приказа. Кто у нас там без приказа? Вы без приказа. Давайте, вы пока отдыхаете. Астрономия. Окей. Благородные лучники. Повышение влияния. А, давайте повышение влияния. Приручение лошадей. И разобьем здесь наш город. Во. Отлично. Просто замечательно. Хорошо. 196 доход. Прям супер получилось. Можно опять же, да, возвести стены. Пока не будем. Сейчас рыночек отстроится. Пойди, вот тут как раз таки город будет торговать у нас сразу на 2. Вот, как и ожидалось. А для выживания у вас нет необходимости в фермах. Но из-за того, что животноводство не может снабжать всем необходимых, необходимо много людей, ваше поселение развьется более чем до городка. Чтобы стать великой державой, вашему государству потребуются города. Вы можете либо изучить земледелие и создать смешанную экономику сами, либо захватить поселение у народов земледельцев. То есть, вот так вот, да, нам говорят. Подсказка вышла. Заплатить 675, чтобы повысить личное влияние на 2. Нет, пока мы откажемся. Я думаю, может там деньги нам тоже предложат. Но нифига. Базар есть. Отлично. Торговля у нас пошла. Я думаю, сюда сразу мы воткнем тогда еще и ткача. Пускай пригодится. И надо вот будет вот с этими чувачками сейчас разобраться нам, что у нас тут все сбилось. Где наше построение-то, а? Так, вот единственное, вот этим надо тоже поставить, скорее всего, натиск. И вот этим тоже поставить натиск, чтобы не тупили. Все-таки под натиском они лучше атакуют. Вот, как раз таки, смотрите, мы оп, и проатакуем их всех. Так, всех уничтожим, всех изничтожим. Ремесло готово. Так, 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 технология. Через два хода земледелия у нас откроется. И тогда... Так, а что у нас там? Подождите, что-то они поставили. Да. Расчистку леса тогда берем. Так, а что... А, идут, идут. Ну вот, главное, чтобы наш генерал тут не погиб сейчас. Чтоб его не раскидали нам сейчас. Просто, видите, бандиты, они пошли в эту сторону. Думал, они к городу будут идти. Но, как оказалось, нифига. Решили долбануть сначала. Ну, смотрите, один отряд разобрали. Отлично. Где лучники-то? Че они не стреляют? Во, пошли, 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 пошли. Отлично. Те убегают, а мы сейчас будем... А, это тоже лучники. О, мы их в спину прям нашмаливаем. Вот жалко, отрядами нельзя управлять. Прикрутили бы вот такую штуковину, и, честно скажу, игре бы цены не было. Если бы так можно было взять два отряда и указать, бейте вот по этим. Это было бы просто супер. Ну, блин, надеяться, что наш там телохранитель, наш военачальник не погиб. Вот, кстати, опасненько сейчас в итоге у нас получилось. Сокрушительная победа. Хорошо. Вот на этих нападаем сейчас мы и добиваем. И земледелие у нас на следующий ход как раз изучится, и все. И начнем возводить леса. Они вообще что-то разбежались. Там стрелки у них по всей видимости были в армии. Даже бой нам не стали особо устраивать. Пошли в лес. Ну и хорошо, мы их отогнали. Развитие. Вот. Земледелие. Замечательно. На, давайте далее тогда. Увеличенное производство ферма на 5% уменьшает эффекты наводнения на 50%. Крестьяне с длинными копьями. Вот, давайте их сейчас берем. Так, и смотрим. Есть ли возможность... Да. Да. Можем теперь брать и вот это все дело строить. Но, опять же, надо следить за порядком в нашей провинции. Вот так вот. Ну, город расширяется. Здесь прямо очень хорошо расширяется. Влияние у нас сейчас, кстати, 7 уже. Вполне неплохо. В общем, преследуем, да, мы вот этих чувачков, которые в лесу пытаются от нас скрыться. И мы их догоняем. Будет битва в лесу. Ну, вот мне интересно, довольно-таки интересная, совершенно другая фракция. Вроде, когда все играешь, строишь все то же самое. Ну, вот внешние отряды выглядят совершенно по-другому. То есть, не какие-то там клоны. Все-таки различие какое-то есть. Ну, посмотрим, что дальше будет. Догнали, отогнали. Мы их будем, естественно, преследовать. В итоге, 3 города у нас уже есть. Четвертый разобьем где-то здесь. И замкнем квадратик. Как-то так. Все, разбили мы полностью. Можно отступить в город свой. И восстанавливаться. Восстанавливаться. Ну, что ж, друзья. На этом наше прохождение первое. Подошло к концу. Если оно вам понравилось, если вы хотите больше прохождения по этой игре, поддержите видео лайком. Ставьте комментарии. Поделитесь впечатлением об этой игре. Ну, и всем удачи, друзья. И увидимся с вами на новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok